Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, Коминбай. Вы ехали на очередной объект. Кирпичную кладку вы видите, она разрушается. Дом то строится, то не строится. Поэтому в этом году заказчик решил запустить все-таки отопление и обратился к нам. Обращался он еще, видимо, кому-то. Сейчас я вам покажу, что надо сделать и что кто-то сделал уже до нас. Смотрим. Сейчас мы идем в котельную по пути. Я вам решил показать, как кто-то собрал трубы. Это овальная труба, 100 на 200. Хорошая труба в кислоте, 304. Но здесь одно но. Стоят обычные пресс-шайбы, саморезы. Ни в коем случае так делать нельзя. Потому что кислота их просто съедает и у вас будут дырки. В результате чего просто начнет течь у вас по трубе. Поэтому ни в коем случае не ставьте. Лучше вообще ничего не ставить. А если решили что-то поставить, то крепите заклепкой. И желательно, чтобы это была нержавейка 304-316, что в ваших магазинах есть. Они продаются, они дорогие. Но если хотите делать, делайте один раз. Иной очень хорошо. Чтобы не было никаких у вас вопросов в дальнейшем эксплуатации. А если жить с учетом того, что в кирпичной кладке ничего не видно, у меня немножко другой подход. Поэтому люди поскрепливали. Кто, не знаю. Но факт есть факт. Теперь мне это надо будет расклепать и поставить на нержавеющую заклепку, чтобы не было сквозняков. Все. Идем дальше. Смотрим, что сделал кто-то до меня. И вот мы в котельне. С правой стороны газовый котел. Вывели вставкой прямой участок и врезались. Все. На этом закончились. Запенили обычной пеной. Обычной пеной запенили термостойкой. И сдали в эксплуатацию. Да, реально газовщики приняли этот дом. К сожалению. Но заказчик увидел, что не так и решил все переделать. Потому что это неправильно. И если делать как положено, то здесь надо еще вставочку делать прямую и уходить в сторону. Но так как все подогнано, дом приняли, это все будет работать. Поэтому я только здесь уровень выставлю. Вот этот. Фьерр штраблю полностью. Уберу это все. И загильзую трубу сверху. Еще неизвестно, как троники там поставили. Подымали по конденсату. Поэтому посмотрим. И дополнительно. Снова же заказчика отговаривали от того, чтобы загильзовывать для твердотопливного котла. Вот ваш твердач стоит. Тисовский, да, если не ошибаюсь. Тисовского производства. Без автоматики. Ручной. Надежный. Его отговаривали от того, чтобы эту трубу загильзовать. Почему? Снова же объясняю. Из-за высоты. Никому не верьте. Все шахты надо гильзовать. Потому что если вы не загильзуете, рано или поздно появляется просто течи. И кирпич перестает впитывать в себя всю ту гадость, которая выделяется в процессе сгорания. Поэтому здесь мы тоже будем штробиться. Будем вставлять овальную ставку 120 на 230. Вот такому котлу. Здесь 160 диаметр. Но из практики не ставьте 160, особенно 150. Это проще, это легче, это дешевле. Но они не работают. Здесь надо ставить 180, 200 выход. Увеличивать диаметр. Это уже проверено. Особенно на кисельских котлах. Если вы будете с производителем работать, или не с производителем, а с одним из дилеров их, они тоже могут рекомендовать, если это грамотный специалист. Поэтому смотрим, что мы сделаем, как сделаем. Убрала весь верхний кирпич. И решил вам показать. Потому что, прежде чем кого-то заказывать на работу, посмотрите их работу, посмотрите их отзывы. Потому что, то что я и боялся, помимо этой всей термопены, вот эта труба собрана по дыму. И, соответственно, тройники тоже самое. Я прощупал пальцем, но пока не вскрыл. Этого нельзя было увидеть и удостовериться. Труба собрана по дыму. Поэтому теперь мне надо полностью все расштрабливать, доставать. Смотреть какая там ситуация. И чтобы у заказчика в дальнейшем проблем не было, потому что он обратился ко мне, надо это все переставить теперь по конденсату. Еще раз напоминаю. Газовые, дотопливные котлы собираются по конденсату. И для тех, кто у меня на ютюбе пишут, уверены ли вы в том, что труба собрана правильно по конденсату, еще раз повторяю. Да, я уверен на 100%. Трубу надо собирать по конденсату. Демонтировал я тройники с прочисткой. Вот такая красота у нас получилась. Единственное, что они сделали нормальной сантехники, ну, монтажники, не знаю, люди, которые монтировали, это поставили на лен. Вот тут вот угол 90 полипропиленовый. Сейчас одно сделали кардинально неправильно. Смотрим. Он даже еще не... А, это герметик. Когда вы... Давайте обоставим. Если систему запустить в таком варианте, то конденсат потечет вот из этих всех щелей. Единственное, что они попытались правильно сделать, это в раз труб. Здесь плюс. Каким-то образом надрезов не вижу. Но они ее заузили. Здесь вот этот стык, видите, да, герметик. Просто сжали его трубу. Она деформировалась здесь. Видно, не видно? Видно. Поэтому сейчас я полностью буду все переделывать, перекидывать. Все эти заклепки буду убирать, буду ставить. Вернее, все саморезы уберу, поставлю заклепки. Потому что делать, так уже делать. И... Из практики, скажу вам так, любую хорошую трубу можно запоганить, испортить неграмотным монтажом. Вот и все. Поэтому вы покупаете качественную трубу, классную трубу. Вам дают телефон монтажника, неважно кого. Вы довольны. Он вам ставит, а вы потом мучаетесь. Поэтому еще раз я вам повторяю. Перед тем, как с кем-то работать, посмотрите его работы. Обязательно. Как делать, что делать. Потому что это ваша безопасность и ваша работа котла и дымохода. Переделал я эти два тройника. Вот что у нас получилось теперь. Вот такая конструкция. Теперь она собрана правильно. Я убрал саморезы, ставил заклепки. И вот этот вот тройничок, он был вставлен вот здесь. Поэтому я его деформировала, максимально я его выпрямил. Трубу я уже подогнал под нее. Будет стоять. Никаких проблем. А дырки, эти отверстия, закроются просто трубой. Еще здесь использовался обычный термостойкий печной герметик. Напоминаю, здесь его использовать нельзя. Если бы это был бы красный герметик, то я бы даже не брался бы за эту работу. Потому что я пошел бы, купил два новых тройника. И, соответственно, вот эту вставку, маленькую, которую подрезка. И немножко побольше. Поэтому, если по герметикам, то газовые котлы, если их решили сажать, то сажать и на красного цвета герметик. Красный. 250-300 градусов выдержит. Это тоже герметик, прокладка для двигателя. Он может быть еще и серый, но он дорогой. Тубах они там в районе. От 3 до 6 долларов стоят. Разного производителя. Теперь пойду работать дальше. Это можно теперь вставить. Это человеческая, правильная сборка по кинденсату. Работаем. Сегодня второй день монтажа. Закончили мы герезнование дымохода. Опустимся вниз. Покажу вам, что сделали в котельне. А сейчас мы находимся наверху. Поэтому расскажу, почему мы не закончили за один день. Причина в следующем. Кладка на этом овальном дымоходе, который 100 на 200, заужена. Внизу у нас 130 на 270 примерно. А вверху, если мы видим, вот это вот 500, здесь еще стоит кирпич. Кирпич, ширина которого 120. Я когда увидел эту кирпичную кладку, думал, что она вообще не пройдет, овальная труба. И поэтому получилось так, что очень тяжело было ее загильзовывать. Вот на эту трубу загильзовка мне по времени обошлась 4 часа. Я говорю только про загильзовку, без подключения. Вот этой трубы 1 час. Вот этот овал 120 на 230, это 100 на 200. Поэтому очень часто идет заужение. И еще по овалам. Вот этот овал 100 на 200, правильный под газовый котел. Это 120 на 230 овальный. Хочу замерить, то что труба, я выявил выше, где-то на 700-800 миллиметров, потому что здесь еще будет грибок стоять примерно на 30-40. И за общий грибок он будет выходить где-то на сантиметров 25-30. И грибки, обратите внимание, что грибки, это хороший объект получился, показательный. Два грибка стоят рядом, два овальных, да, вопросов нету, два овальных грибка. Но один стоит на хомуте, а второй стоит вставной. И вот где на хомуте, вы видите, что он скрученный. Это не все производители, но большинство производителей делают так, что, ну, лишь бы сделать, может быть, лишь бы, еще какая-то причина, не знаю. И он кривой. Что вы с ним делать не будете, он будет у вас кривой. Видите, да? Вверху вот эта шляпа Наполеона, она выставлена по уровню, а вот здесь очень все криво. Ножки единицы стоят, стоят ножки единицы, и, ну, что сей объяснять? Все видно, кривойка. И вот овальный вставной грибок 120 на 203. Тоже по уровню, но при этом разницу вы видите. Ну, она колоссальная. Поэтому я за вставные грибки. Они красивее по мне. Единственное, что этот проще. Вы поставили, закрутили его на болтгайку, и все. А здесь вам надо купить кобальтовое сверло, надо купить заклепку, желательно с нержавейки, и заклепать. Ну, и плюс заклепочник. Поэтому не у всех это есть. Еще по поводу клепок. Обязательно надо заклепать грибки, потому что точечная сварка, неважно, с чего вы сделаете, хоть с единицы, хоть с двойки вы сделаете. Если вы только не проварите полностью аргоном. Точечная сварка, она отваливается. Вот я вам сейчас покажу. Вот здесь точечная сварка стоит. Везде. И здесь то же самое. Ножки единица, это 0,5-0,6. Если вы не поставите клепку, отвалится грибок, поэтому будьте готовы. Обязательно проклепать надо, чтобы они не улетели. Потому что неприятно будет на высокий дом лезть, когда у вас грибок просто отвалится, и по всему участку разбегутся ножки от грибка, и сам грибок. На газовый дымоход комплектацию сделал не я, я там только ее добрал, пару элементов, поэтому все комплектующие заказчик покупал сам. Естественно, хорошо, что это кислотовоустойчивый. Если на газовый котел стояла бы обычная 430-ка нержавейка, я бы просто ее не ставил. А слева на твердотопливный котел уже комплектовал я. Поэтому разница такая и по грибкам. Один обжимной, один вставной. Как и обещал, спустились в котельню. Теперь смотрим, что мы сделали, какой объем работы. Напоминаю, что мы эти утройники для газового котла перевернули, потому что они были собраны по дыму. Полностью разобрали и собрали по конденсату, чтобы не было проблем. Вот эта вставка, вот этот сегмент, он был собран. Единственное, что я немножко сместил осевое в сторону, для того, чтобы было ровнее этот угол 45-й. Напомню, это для котла Лемакс дымоход из нержавеющей стали 304-й. То есть 45-я вставка, еще два 45-ых, плавный переход. Это довольно грамотно. И здесь заглушка для прочистки. И для твердотопливного котла, как я и говорил, котел очень тяжелый, поэтому я его сдвинуть не смог, он где-то 150-200 кг. Поэтому, как я и говорил, здесь идет переход, здесь 160-й. Со 160 на 200. Переходы, обратите, они цельно тянутые, только вот здесь вот сварочка и все. Сегсварка с присадочкой. Это единица 304-я. Ну и здесь тоже самое, конечно, единица. Тройники тоже единица. Поэтому полуметра трубы для разгона и пошли вверх. Повариваю трубу 120 на 230. И здесь прочистка сделана. Сборник конденсата я вывел, заглушил сразу. Захотят канализацию вывести, пусть вывозят уже, но из практики они забиваются. Забиваются очень сильно. Я и 25-ю трубу ставил, 32-ю, забивается. Сажи забиваются. Поэтому решение есть, оно, импортные производители предлагают вещи, но они очень дорогие. И тоже труба для твердотопливного, неважно, котла собрана по конденсату. Верхняя труба входит во внутреннее. То есть, заужение сечения у нас никакого нет. Я вам могу показать сейчас шахту. настанем на заглушечку нашу. Никакой зубчатки, везде ровненько, везде все классно. Поэтому по аварийным трубам тоже очень много, но большое количество производителей говорят, не ставьте зубчатку. Если это есть зубчатка, то чтобы это было там 1-2 сантиметра для посадки и все. Но обязательно должен быть раструб. Поэтому еще хочу обратить внимание на сборники конденсата. Вот здесь сборник конденсата, он проваренный. Полностью аргоном проваренный. Если на газовый котел, видите, а на твердотопливном котле здесь стоит точечная сварка. Прокатывают роликом. Она герметичная, да, но из практики я вам советую внутри обрабатывать герметиком. Чтобы не было никаких вопросов, чтобы здесь не было луж никаких. Обрабатывайте герметиком. Все будет классно. Все, на этом я заканчиваю свою работу. Всем, кому было интересно, подписывайтесь на мой канал. Заказывайте у меня монтаж дымохода. Я работаю один. На этот объект у меня ушло два дня. Если бы шахта была бы ровная, я бы справился за один день. Но, к сожалению, бывает редко, чтобы шахты были ровные, хотя бы там 130 на 250. Это тут минимум. Как правило, они меньше. Поэтому всем хорошего дня, всем хорошего настроения. С вами был Дмитрий Михайлов. Комин Бай. Монтаж дымохода. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok